Здравствуйте, дорогие садоводы! Вы смотрите канал Сады Души. Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых интересных сюжетов. А мы сегодня с вами будем говорить про ремонтантную малину. Расскажу о секретах ухода за такой малиной, о подкормках осенних и о том, как ее и надо ли обрезать. Давайте посмотрим на все великолепие ремонтантной малины, на то, к которой она способна. Способна ремонтантная малина при правильном уходе на много. Видите, ее столько много в этом году, что даже ягоды есть порченные, совершенно ничего от вас не скрываю, не успеваю собирать урожай. Малина крупная, ароматная. Вот они, побеги этого года, те побеги, которые малина дала в мае. И вот сейчас, с конца августа и весь сентябрь до самых октябрьских морозов, бывает, что и до 20 октября, малина будет плодоносить на побегах этого года. А вот здесь побеги, видите, они уже отплодоносили. Это побеги ремонтантной малины, которые она дала в мае прошлого года. На них был также в прошлом году, в прошлом сентябре, урожай. Плюс в июле, поскольку они уже были готовы, отросли к этому моменту, был второй урожай, после которого вот их нужно сейчас выстригать на уровне земли. Ремонтантная малина отличается крупными ягодами. У нее практически нет сортов с мелкими ягодами. Они все, вот эти вот побеги этого года, они у меня все с малинкой. Вот здесь желтая малина созрела. Вот они, видите? Вот она, какая красота. Кстати, желтая малина очень сладкая. И красная тоже будет сладкой, если осень будет солнечной. Только взгляните, какое великолепие! Ну это же, это же просто чудо! А представляете, в октябре собрать корзинку вот такой ремонтантной малинки. Вот так вот, давайте на нее посмотрим. Ой, какое чудо! По-хорошему, конечно, видите, у меня как сделаны опоры. Все эти побеги должны быть вон там, за той опорой, чтобы не касаться земли. Но так получилось, что я вовремя, собственно, не успела их туда направить. И теперь они вот так вот не спадают, демонстрируя нам все свое великолепие. В своем саду ремонтантную малину я веду как двухлетнюю культуру. Я не обрезаю ее под ноль каждую осень. Я сохраняю все ветки, которые у меня плодоносили осенью этого года, до следующего. Однако, в условиях моего северного сада, возможно, это только у меня, не все ветки малина прошлогодней перезимовывают. Поэтому весной я малину ремонтантную обрезаю просто по факту. То есть обрезаю по уровню земли те ветки, которые сухие. Иногда их видно и осенью. Если вы все еще сомневаетесь в том, стоит ли вам заводить ремонтантную малину, хочу вам показать еще ягоды. Малина, которая успешно растет. Вот уже более 10 лет в условиях моего сада в северном Подмосковье. Посмотрите, какое чудо! Вообще, малина – это та культура, которую перекормить невозможно. Однако, нужно помнить и про полив. Моя помощница просится на ручки. Малина не должна испытывать жажду в течение всего сезона. Если осень стоит сухая, раз в неделю малину обильно поливаю. Обильно – это расходую обычную большую железную бочку на одну малиновую гряду. Малиновая гряда у меня 6 на метр. На ней изначально было посажено 5-6 саженцев малины в одну строчку, в одну линейку с расстоянием метр между саженцами. Потому что потом малина дает большое количество побегов. И ей нужно место для того, чтобы впоследствии растения не мешали друг другу. Не было конкуренции за питание, воду и свет. До конца сентября малину старались подкормить раствором двойного суперфосфата, либо комплексным минеральным удобрением с пометкой «Осень». Полстакана гранулированного удобрения растворяю в литре горячей воды, не кипятка. Тщательно размешиваю и беру от этого раствора 2 столовые ложки. Помните, что все, все удобрения, все препараты мы растворяем только в пластике. С железом не работаем. Две столовые ложки от этого раствора на 8-10 литров воды на леечку и поливаю малину. Расходую ту же бочку подкормки на гряду. Поливаю по влажной почве, либо после сильного дождя, либо после полива. Примерно в середине октября, в зависимости от погоды, я мульчирую малинник конским навозом. Можно и свежим. За зиму он подсохнет, перепреет. И весной с талыми водами малина получит нужное количество азота, нужное количество подкормки после зимы. К тому же слой навоза не даст выбраться и тем вредителям, которые устроились под малиной на зимовку. Таким образом убиваем двух зайцев. А вот еще урожай, который так и просится в корзинку. Может быть, просится, чтобы из него сварили варенье или сделали желе. Кстати, часть ягод я всегда замораживаю для того, чтобы долгой зимой были витаминки. Выбирая сорта ремонтантной малины, помните о том, что они есть раннего, среднего и позднего срока созревания. Иной раз садоводы мне пишут о том, мол, ремонтантную малину посадили. Кстати, выбираете места исключительно на солнце. Никакой тени, никакой полутени. У меня по южной стороне заборы малинники расположены. Никакой тени на них не падает. Так вот, садоводы мне часто пишут, мол, не успевает ремонтантная малина до снега дать хоть несколько ягодок. Вероятно, поздние сорта вы приобрели. Или они у вас растут в тени. Поэтому обращайте внимание на срок созревания при выборе саженцев. Это должно быть указано в описании сорта. Берите ранние, чтобы они плодоносили с конца августа, весь сентябрь и до первых снежинок. А как вам такая красота? Это же что-то невероятное. Но это всего лишь ремонтантная малина. И еще раз про обрезку ремонтантной малины. Как делаю я. Вот эти вот сухие ветки, им уже второй год. Я их буду, конечно же, вырезать. В прошлом году они плодоносили. В конце лета, начале осени. И в этом году они плодоносили в июле. Все, они уже свое отжили. Мы их вырезаем. Если вы только посадили ремонтантную малину и ей всего 2 года, сухих вот таких веток у вас еще не будет. Если вы сомневаетесь в том, как обрезать ремонтантную малину, не режьте ничего осенью. Просто весной обрежете то, что у вас высохло. Кстати, хочу вас напомнить, что сейчас самое благоприятное время для посадки малины. Это весь сентябрь. Желательно успеть до октября с посадкой. Саженцы при этом должны быть не выше 30 сантиметров. Сейчас массово будут продавать вот такую малину. Все с малиной. Но вам нужно ее обрезать. Таким образом растение приживется намного лучше. И у него больше шансов на хорошую зимовку. Непременно посадите в своем саду ремонтантную малину. И тогда даже в середине октября у вас будет повод выйти в сад с корзиночкой и набрать вот такое лукошко ароматной, вкусной малины. И пусть у вас будет не жизнь, а малина. С вами была Светлана Самойлова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok